Здравствуй, зритель! Сейчас будет огромный обзор ИДС-пятёрки. В общем, купила я на 1400 с чем-то. По большей части чай была рассчитана на то, что у меня в четверг день варенье. Ко мне придёт немногочисленная родня. Ну, в смысле, практически полтора землекопа. Два родственника, потом подруга в нём. Ну и как-то надо это, чего-то своять. Плюс чего-то себе на поесть. Ну и я ещё попала на какие-то скидки шоколадки, и ещё у меня чай закончился. Из всего, что было путное, ну, был как бы озерчай, но он был крупнолистовой, а я люблю среднелистовой чай. Все чаи, включая Ахмат, рассыпаны теперь в России. Это у нас Чемпион Ти, Цейлон, Пикоя. Выращена на Цейлоне, а упакована уже в Раисе. Чай чёрный, байховый, цейлонский, средний лист. Я когда-то что-то подобное покупала, но я уже не помню как, но, в общем, решила купить. Чек у меня где-то есть, я, может, даже могу вам сказать, почём счастье. Причём оно как бы приличнее стоит, чем тот же какой-нибудь Гринфилд или Ахмат. Но что-то только оно было... Ну, можно было купить что-то подешевле крупнолистовой и побольше, но я не люблю крупнолистовой. И как-то себе изменять не хотелось, и я купила себе тот, который был 140 рублей без одной копейки чай. Я не буду вам полностью читать цены, я просто скажу, сколько я оставила. 1471 рубль 54 копейки. Скидка, округление наличными. В итоге они округлили в плюс, обычно магазины округляют в минус, и я заплатила 1471 рубль 55 копеек. Ну, чё, круто. Где тут эта скидка, я вообще не поняла. То бишь, вы пришли в магазин, допустим, ну ладно, тут копейки тупо. Продукт стоит, допустим, 200 рублей, а на кассе решили, что это больно как-то криво, и надо обкруглить до тысячи. Ну, я чисто так вот, по приколу, пофигеваю немножко, да? Мне дали какую-то фиговину. Празднуем день рождения вместе, вы получили подарок за покупку. Воспользуйтесь скидкой до 4 марта. Подробности на сайте. Начислено баллов 710. Общий баланс баллов 736. В общем, 73 рубля я могу потратить на чё-то. В том числе по акциям 568. Ну, на самом деле, из-за того, что у меня день рождения, по пятёрковой карточке 3 дня до 3 дня после и сам день варенья, если на 500, больше 555 или за 555 купишь чего-то, сколько-то там баллов за каждые 10 рублей. 9, что ли, баллов. А если купишь меньше 555, то за каждые 20 баллов тебе тоже 9 рублей. Ну, 9 этих баллов подкидывается. Что-то у нас тут бла-бла-бла. 555 баллов за каждые 555 рублей в чеке в течение 6 месяцев. А, это другое, они рекламят какую-то карту. Ну, короче, вот они мне начислили баллы и на одну копейку больше взяли. Ну, надо благословить их. ТКН? Короче, я купила жёлтую грушу. Вообще без понятия, что за жёлтая груша. Я хотела авокадо, но авокадо не было. Мне дали какую-то фиговину. Подарок внутри нам 20 лет. Что тут за подарок? Подарочный набор. Торговая марка Пятёрочка. Коллективность. Комплектность купон на одну скидку. На скидку одна штука. Наклейка одна штука. Материал сейчас увидим, короче. В декабре прошлого года своя яная. Вот такая-то у меня. Неведомая наклейка. Ваш подарок. Скидка 15% на весь плиточный шоколад. Шоколадные батончики и пасты. Они прямо этой жопой чуяли, потому что я там по скидкам шоколада набрала. При покупке не более трёх штук товаров в одной категории. Скидка предоставляется до 4 марта. На один чек и не сумеются с другими скидками. Ну, короче говоря, это... Приду к ним как-нибудь. Лучше, наверное, не в солнечный, потому что у них вечно глюки какие-то. Есть акции, они про него забыли. Лучше туда, где покупалось. Это вот как раз я ездила на озон за заказом. Я его потом попозже обозрю. Всегда есть время улыбнуться и помечтать. Ну, или если вдруг попаду на левый, то там, потому что там тоже меняемая пятёрка. Ну, и что тут? О, тут две наклеечки. Это можно куда-то присобачить. Вот это, наверное, придёшь и скажешь, вот у меня есть купон на 15% на шоколад. Гоните мне скидку. А это можно куда-то присобачить. Не пищи. Шипи. А, нет, не шипи. Чё-то я второй раз уже говорюсь. Не шипи. И чесночок такой, типа, поцелуемся. Вообще, похоже на гуся какого-то. Без башки. Гуся без башка. Короче, дальше у нас сумочка кубка. Давай, давай, что у нас тут? Была она по скидке. Белёвская пастила, воздушная, яблочная. Мне тупо понравилось, что вот у них есть этот... Ой, белёвский... Ой, как его там, блин, в зефир. И там какая-то фигня всё равно добавлена. А тут тупо у нас яблочное пюре, сахар и яичный белок сухой. Всё. 200 грамм. Живёт она 12 месяцев. Сделана она 9 ноября. Видать, потому и скидка. Сегодня с чаем попью. Я сегодня только обедала. Больше ничего не ела за весь день. Завтра у меня планы под мысты. Своять кое-что. Своять ещё кое-что. И, может быть, придётся ещё магаз топать. Потому что я не знаю, будут мои родственники эту вещь есть. И подруга Маша или не будут. Я купила себе пять бананов. Три зелёных, два красных. Фу, блин, два жёлтых. Чё-то соной явно сегодня не то. Я оговариваюсь. Хотя я сегодня выспалась. Сто пудово кто-нибудь прибежит. Уже создался 14-й, наверное, по счёту аккаунт. Да, 14-й, потому что я вчера вспоминала, что в 13-м ещё кто-то был. Короче, создался 14-й по счёту аккаунт. Моего любимого личного питомца, живущего в Ярославле. И уже прыгает там с этим самым, с Горбушкиным в каментах. Обшается мило. Вот я думаю, будет кому придраться к моим трём очебяткам оговоркам. Придумают мне какой-нибудь диагноз или состояние. Короче, ратибор, вишня, варенье. Было по скидке что-то. Ну, оно как бы приличное. Бывает и по скидке дешевле. Я помню, его и по 70 покупала. Я сейчас даже найду его, почёмкаю их на рынке. Ну, 120 рублей без одной копейки. Зато состав сахар и вишня. В скобочках допускается наличие ягод с неудалённой косточкой. Всё, 400 грамм сахар и вишня. То, как если бы я сварила сама, если бы у меня была вишня. Сахар-то у меня в этом году был, даже ещё остался. Ну, правда, может кто-то скажет, что это из какой-нибудь замороженной вишни. Потому что сделано оно 22 ноября. Вообще, а, да, 18-й год, всё же, был недавно. И до 22 ноября следующего года. Два года, может, жить. Я себе купила вот эту фигню. У меня, правда, ещё есть похожий тоже печён дома. Но шоколадный какой-то там торт браун или что-то в этом роде. Я его планировала завтра сваять. Но я думаю, наверное, завтра сваять вот это. И если у меня пойдёт под настроение, то сваяю и второе. А если оно выйдет нормально, то даже, скажу на рот, ешьте тортик вкусный. А если уж не получится по какой-нибудь причине, то придётся мне. Традиционно я на свой день, но с день я покупаю торт птичье молоко. Чёрный принц, птичье молоко или типа того, короче, суфлейный тортик. Тут у нас всё просто. Надо будет или 120 мл тёплой воды, или молока. Молоко у меня есть. И вода, в принципе, найдётся. Или 100 грамм сливочного масла, или подсолнечного масла. Ой, подсолнечное масло у меня тоже есть. И даже сливочное. Но то сливочное я планировала на другой тортик. Но тоже шоколадный. Тут нормальный состав вообще. Что-то оно около 80 рублей без копейки стоило. Вот. Причём дома. Оно вообще без кисти было. Я тут складываю, у меня тут столик стоит как бы, на котором я иногда клиню, тайпю, если не на кухне, иногда монтирую. Были две, они как бы по скидке. Но это... Ну, может, они так-то дороже ещё стоят. В общем, 200 рублей без копейки за штуку каждая. Мне тупо нравится у них состав. И когда я вижу похожую рыбку, ну, подобную рыбку, я её беру по скидке, она не по скидке, без разницы. Их было бы две последних. Что у нас в составе? Так. Форель радужная, соль, соль морская, экстракт, экзмарина. Всё. Никаких е-красителей и прочей херней. 150 грамм. Сделано у нас 9 января до 1 марта. Из охлаждённой рыбы при том. Во. Вообще кайф. Советую, люди. Вон тут типа мы отбираем только лучший лосось. Быстро и бережно доставляем рыбу. Для приготовления используем морскую соль. И вот вкусный продукт. А санта-бренер у вас на столе. Место для антикражной мерки. Ну, никакой тут фигни не было. Но, видимо, сюда в магазинах что-то клеится. Так. Ох. Сегодня что-то там в пятёрке дофига народу было. А на кассе был только одендаточка обедненький. И он вызывал-вызывал по звонку. Теперь я знаю, что такое звонок. На томагните как-то звонили. Я у продавцов словила. Говорю, вам тут звонили. Я думала, в дверь кто не мог попасть. Оказывается, это звонок вызывает людей на кассу. И, в общем, вызывали-вызывали. Там какой-то дядечка был. С таким ароматом средневековья. И ругался, ругался. И, соответственно, он поругался с этой тётенькой. И тётенька решила, видать, отыграться на мне. Потому что, когда я, ну, значит, простила, что там по акции думала. Конфеты ещё взять. Оказалось, что цена стояла не на том продукте. Ну, думаю, ладно, не надо. И я плачу карты. И обычно как бы там чё-то пропечатается, прежде чем ты карту вставляешь. И ты уже вставляешь карту. А тут я стою, оно не пропечатало. Думаю, оно ждёт наличку. Я спрашиваю, мне карту вставлять. И она так грубо мне ответила. Я думаю, ё-моё, ну тебе нагрубили. Но ты видишь, что у вас вот там до хрена народу. И у вас четыре как бы кассы. Ну, ладно, три там где-то кассы. И вот на одной кассе зашивается мужик. А две другие свободные, а народу до хрена. Ну, как-то, ну, сообразите, что ли. И уж тем более хамить людям это как-то вот совсем не кайф. Мне-то ладно, я как бы на ролик сказала. Потому что вспомнила. Но всё равно мне та пятёрка больше нравится, чем в Солнечном. Ну, а тебе-то вот ты мне нахамила. А если я-то ничего не ответила. А вот кто-то в ответку нахамит. Это же так пойдёт и пойдёт и пойдёт на безысходности. Короче, вот я попала. Написала как раз Ничан сегодня в ВКонтакте. Что попала на скидки на шоколад и не могла пройти мимо. Шоколад горький, чёрный. 68% как коммунарка. Нормальный состав. Сделано оно у нас 24 декабря прошлого года. Милка. Чё-то она вроде по 49, что ли, была. А это вообще вроде 39. Как-то так. Тут у нас 90 грамм и тут 90 грамм. Милка в пятёрке сейчас по акции, ребята. Там даже опористая молочная Милка по акции. Но что-то я не захотела её брать. Я взяла себе. Они 12 декабря сделаны. Могут 4 месяца жить. И до апреля, наверное, доживут. Но я думаю, они у меня в марте могут сожрутся. Потому что у меня ещё и те недоеденные. Ну так, чисто вот. Может сегодня вскрою, может завтра, может потом. Чисто чтобы были. Они вообще без скидки были. Но у них, наверное, более-менее нормальный состав был. За минимумом всякой хрени с буковкой Е. Ещё одна шоколадка. Вот как раз три. Была бы скидка вот эта моя. Я бы вот пришла бы тогда со скидкой и купила бы эти шоколадки. Короче, я думаю, к ним потом затариться за шоколадками. Шоколадок мало не бывает. В смысле много не бывает. У меня там ещё 3,5 лежит. И полторы в фундюшнице растоплено. Короче, и вот тут ещё 3 будет. Куда мне столько вообще, да? При том, что я как бы... Ну я сегодня планирую всё-таки немножко попереводить. Надеюсь, пойдёт быстро. У меня там 10 страниц. Только пятую главу Тамуры. Тарт я вроде как не перевожу. Сейчас вот не случилось у меня, потому что Никитос затянул с переводом. Восьмой главы Месси Хамуры на вампир я пока не заходила. Потому что вроде как сканов нет. И редакт что-то не делается. Вроде, ну ничего такого нету. Чего мозги вот требуют. Там вампир обычно и тарт. Ну вот купила шоколадок. Причём все... Две молочных, одна чёрная. Это Милка у нас с фундуком. Тоже 49. Тоже 90 грамм. Тоже нормальный срок обгодности. Коко лайф. Коко... Кокоа лайф. Ну там зелёненькая такая фигня. Вот. А ещё я купила к чаю конфет на разрез. Там вообще были конфеты 250 грамм за 90... Ну, за 100 без копейки пакет. Но я глянула, у них срок годности был до 26 февраля. И я решила, куплю-ка я лучше вот это. Может оно выйдет дороже на 228 с чем-то рублей. Ну, оно как бы... Видно, что оно свежее. Так. И всё, люди, всё. Вот такой обзор жратвы. Я сейчас быстренько завояю ещё следующий обзор и пойду кушать. А потом уже это как-то вам смонтирну. Зафигачу. Может, что-то не придётся монтировать. Может, что-то короткое будет. Типа 12 минут. Всем спасибо за просмотр. Моё личное животное питомец. Спасибо тебе, что уделяешь мне столько времени в своей жизни. Уделяй почаще. Я поменяла своё мнение насчёт твоих фей... Короче, феи липовых страничек. Мне так приятно. Кто-то тратит на меня столько своего времени. Конечно, если бы ты мне донатила, вместо того, чтобы прыгать в каментах, было бы круче. Но, с другой стороны, и так нормально. Ты каменты пишешь, дизлайки ставишь, какая-то движуха на канале идёт. Насики вот заглохли, а ты шевелишься. Всем спасибо. Всем адекватных поклонников. Всем пока.